Сделаю мой вам круговую сверху, разве не какое потрясающе красивое место. Итак, продолжим. Пойдем смотреть, где были конюшни. И одно из самых интересных мест тут, на мой взгляд, это, конечно, водосборник. Там прохладно. Вот мы были в жаркий день, в жарким летом, израильским летом. Там прохладно внизу. Очень приятно. Вот даже изображение колесницы и лошадки. Вот в этом месте были конюшни. Вот такое в древности все это имело вид. То есть Давид отвоевал, Соломон укрепил и рассвет был при Соломоне и Ахове. 450 лошадей. Ну, потом, если я не ошибаюсь, завоевали ассирийцы у израильтян. После них персы. Но вот до этого тут эти места владели египтяне. Еще много народов прошло через эти земли. Видите, сохранился тот момент, потому что поели лошадей. Древняя поилка из камня. Вот видите, вот тут поели лошадей. Хорошо, кстати, сохранилось это место. Возможно, частично. Видите, лошадка пьет. Частично восстановили, но... Для общего вида города очень неплохо скрыталось. Продолжение следует... Итак, дорогие мои, двигаемся дальше. Как и в крепости Немрода, сейчас будет вишенка на торте. Интереснейшее место. Ну, смотрите, что-то сохранилось тоже очень хорошо. Возможно, зазнание, возможно, жилые помещения. Ну, смотрите, видите, одна комната, проход. Вот там был вход. И все. Явно просматриваются стены вокруг. Вот такие были дома. Вот это и есть объем жилья. Так что, кто жалуется на свою жилплощадь, ребята, не жалуйтесь. Вот, видите, был выстроен скале, вырублено место. Вот такое оно имеет вид. Сейчас мы спустимся вниз. Видите, вот так вот сверху. Место было вообще замаскировано, сложно было найти его. Видите, в древности вот были ступеньки. Ну, сейчас, естественно, мы спускаемся по современным, оборудованным. Туннель прорублен десятки метров, просто в скале. Вот он вход. Естественно, сейчас забетонировано все. Приведено в порядок. Есть возможность спуститься вниз, посмотреть. И опять эхо веков и тысячелетий. Вообще сложно представить при тех технологиях, сколько нужно было сил, чтобы прорубить вот так вот скалом. Просто скалом. В чем тянешь? Очень прохладно внизу. Как спускались с древности сюда, я даже не знаю. Надо будет ли ради интереса почитать. Потому что высота очень приличная. Сейчас видите, стоит металлическая конструкция. Как было в древности, я даже не знаю. Может быть, по каким-то веревкам спускались. В наше время мы имеем красивый деревянный мустик с подсветкой. И мы по нему пойдем. Ну так, честно, даже немножко жутковато. Мы с сестрой шли вперед. У нас сестра мужа в гостях. И вот он сам. Видите, вот водичка. Сейчас тоже наезд. Дожди, она чистая. Возможно, есть сейчас какие-то стуки. Открыт вот здесь выход. В древности он был замаскирован. Скорее всего, вот эта вся пещера, все-все это наполнялось водой. Они просто ее черпали ведрами. Но я почитаю обязательно. Честно, не готова к ответу. Вряд ли они сюда спускались. Я думаю, черпали. Когда были осады. Осад тут было много. В древности не церемонились. Видите, территория национального парка по периметру огорожена. Вот выход. То же самое в бане, когда мы были внизу от крепости Немрода. И в крепости в самой Немрода. То есть туда пройти, это разве, чтобы перелазить через забор. При входе там покупаешь билет. Вот автобус ждет туристов. Там несколько групп на территории. Вот так вот выходишь, обратно уже не зайдешь. Вот так вот оборудуется. Можно приехать, отдохнуть. Вчера был шаббат. В Израиле посетило национальный парк и заповедник. 150 тысяч человек. Что вы себе представляли. Итак, от выхода от цистерны, то есть из водохранилища. Вот еще такая прогулочная оборудована тропинка. Можно прогуляться. Два красиво цветущих сейчас весной холмов. Округ городок автостоянки. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы поднялись наверх, мимо красивых цветущих холмов. Не выдержали, фотографировались долго. И вот такая тропинка ведет нас обратно к автостоянке. Все продумано. Приятной прогулке. И вот видите, тоже одно из мест, которые раскопали вглубь. То есть ниже тех уровней, которые были. Видите, как укреплено. И будут еще, видимо, копать. Насколько ниже уровня города. Вот мы были наверху. Посмотрите. Тут были здания. И еще раз выходим. И любые люди, которые будут спектричны для инормогов. Кстати, когда Господь поразит врагов Израиля, то Израиль, если не ошибаюсь, 7 или 8 месяцев никто не будет работать. Будут только хранить. Такое количество людей будет. Мы вернулись к входу в город. И видите, вот схема. И вот какой он был в древности. Вот такой проход вокруг. Здания были, стены. Продолжение следует.